Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова мы на площадках, разбираем события минувшего дня и смотрим, что же интересного нам заготовил день грядущий. Сразу предлагаю перейти к рынку нефти. Мы снова протестили поддержку 60 долларов за баррель. Откатили, наверное, тоже вполне логично, даже с учетом технических факторов. Так бывает, друзья, когда в игру вступает мощный психологический рубеж. Сейчас 60-52. Что мы видим? Мы видим то, что на рынке по-прежнему доминируют продавцы. Продавцы с охотой отыгрывают прежние страхи и опасения за перспективы экономического роста. И, наверное, неопределенность относительно продления действий энергетического пакта. К этой теме мы еще вернемся. Я думаю, что ближе к концу июня. Возможно, что будет с сделкой ОПЕК+, то есть с соглашением, это и будет определяющим триггером для всего рынка черного золота на второе полугодие 2019 года. Но рано пока еще об этом говорить. Локальным триггером, как и ожидалось, снова выступила статистика по запасам нефти США. И снова она поддержала продавцов, потому что вопреки сложившейся исторической практике, традиции того, что в летний сезон запасы должны снижаться, запасы продолжают расти. Сначала у нас был отчет от Американского института нефти, который сообщил о том, что запасы увеличились почти на 5 миллионов официальные данные от Минэнерго. Также засвидетельствовали данный отчет со знаком плюс, плюс 2,2 миллиона. И в итоге, в принципе, то же самое, что мы наблюдали неделю назад. Тест, прокол неудачный. Пока тестирование планки 60 и отскок наверх. Друзья, пока что давайте снова не будем лезть на рынок черного золота, поскольку мы видим то, что поближе к отметке 60 реально покупатели и продавцы начинают очень серьезно конфликтовать друг с другом, биться. Нужны какие-то новые определяющиеся интересные триггеры для того, чтобы мы могли либо поставить на возможную восходящую коррекцию, которая впоследствии может перерасти в нечто большее, либо должны получить какой-то триггер, чтобы убедиться в том, что у рынка черного золота уже очевидное движение напрашивается само собой. Это движение ниже 60, это крепление, собственно, под этой планкой далеко ниже. Я, друзья, рекомендую, что если вы не воспользовались в прошлый раз возможностью все-таки закрыться вблизи 60, сейчас не испытывать удачи, все-таки пофиксировать ваши сделки. Уверяю вас, у нас будут еще хорошие точки входа, где мы сможем неплохо, скажем, прокатиться на новых локальных движениях и также неплохо заработать. Но это уже впереди. Доллар иена 108.34. Прилететь у нас прежняя позиция, которая предполагает активной распродажи доллара, тем более против защитных инструментов. Причин, по которым мы доллар сбрасываем с счетов очень много, это и геополитика. Вы знаете, что за последние два дня, можно сказать, конфликт торгового характера между США и Китаем усилился, потому что Трамп позволил себе довольно громкое заявление о том, что если его коллега из Китая, Си Цзиньпин, не встретится с ним на полях большого саммита G20 в Японии, который состоится в конце этого месяца, то фактически у него не останется другого выбора, кроме как запустить процесс повышения. Пошли на оставшуюся часть китайского импорта. Сумма в долларом эквиваленте значительная, больше 300 миллиардов долларов. Очевидно, друзья, что это самая настоящая угроза. И я предположил, я думаю, что вы со мной согласитесь, то, что угроза – это сомнительная тактика ведения переговоров, особенно с Китаем, и уж тем более не тот самый стимул, на котором можно было бы выставить процесс возвращения переговоров в конструктивное русло. Но пока ответа официального решения Китая не последовало, известно то, что эти переговоры, обсуждения, да и встречи, скажем так, между Трампом и Си Цзиньпинем пока не планируются, никаким образом не организуются. Геополитика – это одна сторона медали, бьющая по позициям доллара через спрос на иену. Другая, может быть, более интересная с точки зрения локальных ближайших перспектив, это ожидание снижения процентной ставки фидеризируем, а здесь фундаментального топлива хоть и добавляй. Сначала у нас данные по индексу цен производителей вышли. Во вторник вчера вызовом для доллара были уже данные по инфляции. Как и ожидалось, индекс потребительских цен остается под давлением. Базовое значение без учета продовольственных товаров и цен на энергоносители снизилось до 2%. Общий показатель инфляции, может быть, даже общий показатель является более определяющим для Федрезерва. Он просел, друзья, гораздо ниже 2% до отметки 1,2%. Инфляция – это мотиватор для Федрезерва относительно того, что нужно делать с процентными ставками. Если она снижается, нужно ставки также корректировать. Тем более, в пользу этого выступает и сам Трамп. Я надеюсь, что его постоянная критика в адрес Федрезерва все-таки сыграет на руку решительности американского регулятора и смотивирует Джерома Пауэлла в сентябре снизить процентную ставку. Вот поэтому ожидания по доллару и иене гораздо ниже планки 107 иен за доллар. Евро против американца. 1,1296 мы скорректировались вниз. Ждали с нетерпением конференции Драги. Много было сказано про политические, экономические риски, риски торговой неопределенности и воздействия негативные на основные Европейского Союза. Мы это знали и без него. Но вот то, что нам хотелось услышать, даже хоть какой-нибудь намек на этот раунд долгосрочного банка о скорей финансировании, этого ничего не было. Друзья, поэтому я остался, честно говоря, разочарованным. Сегодня надеюсь, что данные по промышленному производству, которые выйдут в 12.00 по московскому времени, смогут добавить накал страстей к перспективам того, как мягкая монетарная политика Европейского Центрального Банка отразится впоследствии на курсе евро. То есть, если мы сегодня получаем слабый отчет, я крайне удивлюсь, если статистика будет лучше прогнозов. Скорее всего, 99,9% мы увидим сегодня слабые цифры. По прогнозам в годовом выражении промышленное производство еврозона уже снизилось на 0,5%. Поэтому евро, может быть, предвкушает это, снижается и правильно делает, потому что туда и дорога главному валютному риску, который должен падать, который должен становиться все дешевле и дешевле, поскольку только дешевая европейская национальная валюта может помочь Европейскому Центральному Банку выполнить те цели по росту инфляции, которые они сейчас закладывают в вектор своей деятельности. Фонд против доллара 1,2690 тоже мы снижаемся. Друзья, я уверен, что такая динамика для вас не является чем-то непредсказуемым. Я давно говорил, что мы сделаем цель 1,25, потому что с учетом того, как сейчас активно обсуждают политическую неопределенность относительно Брекзита и того, как новый пример министра Англии, который потенциально, скорее всего, им будет Борис Джонсон, в принципе, будет дальше вести переговоры. Уж не знаю, в каком формате они действительно будут проходить, но я уверен, что в отличие от Терезы Мэй, Бориса Джонсон, все-таки уже приведет саму тему Брекзита к логическому концу и Англия выйдет из состава Европейского Союза. Ну, крайний срок, как вы знаете, 31 октября. Пока что на фонд еще давит и статистика. Темпы роста заработных плат снизились до 3,1% с 3,3% и Банк Англии впервые, замечу, за очень долгий период времени допустил то, что будет снижать процентные ставки вплоть до нулевой отметки. Австралийцы против доллара 0,6906. Сегодня вышли данные по рынку труда, разочаровали, потому что прогнозировали, что уровень безработицы, ну, оптимисты прогнозировали, может снизиться до 5,1%. Он остался на прежнем очень высоком уровне. Соответственно, еще один мотиватор для резервного банка Австралии снижать процентные ставки, а для нас сохранять короткие позиции. Доллар-канадец, постепенно мы восстанавливаемся. Уже отметка 1,3330, впереди уровень 1,35. Мы должны закрепиться выше. Поддержку пока что нашей идеи по росту валютной пары и, соответственно, ослаблению канадца оказывает обвал рынка нефти, если мы впоследствии закрепимся ниже, друзья, по бренду, ниже отметки 0, точнее 60 долларов за баррель, соответственно, цель 1,35 реально будет сделана. Кроме того, сейчас кто-то может возразить, что доллар-канадец – это не лучшая сделка на покупку, потому что лучше ставить на ослабление доллара, потому что мы готовимся к снижению процентной ставки. Но здесь дело, друзья, в позиционировании. Банк Канады также снижает процентную ставку, точнее, планирует это сделать. Но в отличие от Федрезерва, Банк Канады изначально закладывает до конца этого года возможность одного снижения процентной ставки. А вот в рамках Федрезерва этих действий может быть несколько. Поэтому, друзья, идея остается прежней. Я уверен, что мы ее отработаем. Соответственно, сможем даже забраться выше планки 1,35. Ну, будем надеяться, что нам поможет в этом нить. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.